Отворческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфу. Вот думаю сделать более красивый бэкграунд для моей видеосъемочки. Вот сейчас картину. Хочу принести эту мою шикарную картину Озеро и поставить ее здесь как-то на фоне. И быть, знаете, на фоне, знаете, какими-то такая, я накрасила так очень красиво глаза голубым, голубую картину и стройно сниму одежду. В общем, немножко сделать более такой красивый бэкграунд. Сейчас это сюда, стучок сюда поставлю. Такой бэкграунд более красивый. Там вон тут петна, такая красота. Прямо, так у мамы, прямо. Я вам даже покажу, как я оттуда несу сюда эту картину. Сейчас. Сейчас Татьяна Салмановна вам все покажет. Так. 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 Сейчас я вам покажу, как я из той комнаты сюда, из моей комнаты без балкона сюда принесу эту картину. Сейчас я вам покажу, как я из той комнаты, из моей комнаты, из моей комнаты. В этой студии позитивного мышления. С вами Татьяна Салмановна, Дамакту, Сальф. Более красиво. Более красиво. Более тяжеловато. Здесь, конечно, пыль немножко стереть надо. Пыль стереть надо. Или так не стереть. Или не стоит тащить. Ее там далеко туда-то тащить. Пыль стереть надо. Вот эту картину нужно стереть. Пыль. Пыль. Чемпыль, чуть-чуть пыль. Продолжение следует. 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 Ох, да, красотень. Просто супер красотень, здесь нужно аккуратно. Смотрите, какая красота, какие пейзажи. Самое главное, ничего, как-то с ней аккуратненько нужно, аккуратненько. Вот так ее. Смотрим, как здесь, и стулочек, наверное, другой нужно, более такой. Ой, теперь нужно здесь, конечно, очень аккуратно. Ох, как я смотрюсь на этом голубом фоне. Какая-то шляпа. Ох, я такая в шляпе. Сейчас вам покажу, что я в шляпе. На моей книге. Я такая в шляпе. На моей книге. Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания. Ах, эти девочки из Малибу. Хочется. Хочется чего-то такого феерического. Такого супер феерического красоты. Давайте говорить про миллиардеров. Давайте порассуждаем, как живут эти миллиардеры, у которых эти миллиарды. Что-нибудь фантазировать. Ждем. Мы с вами ждем, что они достаточно машину впитывать, видите. Вспитывать денежки. Ну, такая в шляпе. Такая просто супер красотка в шляпе. Хочется чего-нибудь такого. И такая расслабилась. Книжки, ну да. К этим книжкам, к велениям. Видите, как? Элизабет просит. С детства надеялась на Бога, что Бог восполнит ее нужды. Вы смотрите мое вот это видео, которое я сейчас загрузила. Сейчас вам загружаю мое большое видео с большими этими килобайтами. В общем, килобайт-килобайт, я сейчас поставила загружать на мой канал YouTube. Скоро загрузится. Ну, может быть, там 40 минут или сколько там. Хочется что-нибудь такое. Ароматы любви. Используйте ароматы любви и успеха. Наталья Борисовна такая, правда, красивая. Красивая ее, если она на фото. Такая просто красотка. Ну, посмотрите. А здесь вот эта вот девушка в нижнем белье. Если ты обратитесь в мае. Такая в нижнем белье. Слушай, я одну страницу вырвала, да? Что-то там такое, да? Ароматы любви. С помощью ароматов можно принести романтику и новизну в отношениях. Капелька духов, нанесенная на нужное место, может мгновенно воспламенить вашего возлюбленного. Знаете, есть такие эти палочки. Знаете, вот эти, вот как там, индийские такие палочки. Разные там, сандаловое дерево там, в общем, такие. Очень кстати вот это, да. Практика аромат любви. Мускат, сандал. Да, сандал. Смотрите, сандал освобождает сексуальную фантазию от всех условностей и позволяет наслаждаться близостью без ограничений. Иланг-иланг. Раскрывает правительский дар. Партнеры угадывают эротические желания друг друга. Ах, эти эротические карточки такие, ну да, бывают такие. Я пятиозерк видела в книжном, в книжном, эти, любовные фанты, эротические фанты. Такая игра, знаете, вот в этом фильме. Вы там смотрели, я там загружала такие две серии. Правда, такая подоплека там такая. Приехали на отдых. Эта женщина приехала с мужем и с любовником. Так вот, любовник, ей, знаете, такие записочки, такие письма. Ей принесся, ну, в этом шикарном отеле письмо. Как это называют эти, ну, в общем, мужчина, да, в общем, как называют. Он просил его принести, так скажем, доставить ей такое, знаете, такие, ну, можно сказать, тоже какие-то любовные, знаете, такие послания, как он ей писал. Ты моя богиня, ты моя фея. Обратите внимание, там, я даже хотела, знаете, я специально это сделаю, наверное, перезасниму, ну, типа, с ютуба. Она такая открыла, и, знаете, когда она там выходит уже, как говорится, туда из отеля спускается, в общем, и там, как же было написано, самый красивый, то есть вручите вот это вот письмо, самый красивый, там, фея, или, в общем, как-то или королеве, или, в общем, так там было, в общем, как он так написал в этих штучках красивых, в этих письмах, ну, да. Да, а тот, который ей принес в номер, там, знаете, вот она, когда она открыла, я помню, сначала там вот как-то богиня, ты моя богиня, ты моя, в общем, вот это, а там вот эта вот фея, то есть, я сделаю, надо будет переснять вот эти кадры. Ну, она, конечно, такая вся красивая. Тут, конечно, в общем, no comments, просто no comments, немножко сквозняка. Ну, надо так, что мне прикрыли, понимаете, у меня же я дышу этим, знаете, гуляю, можно сказать, на балконе, практически дверь у меня открыта, балконная, вообще, особо это не видно, потому что я распахнула эту балконовую дверь. Да я практически как в этих, где там, этих, в Парижах, ну, да, вот сейчас буду готовить такой себе такой ужин, как в Парижах, и вообще, знаете, как в Лувре, я чувствую себя вообще, как просто, как в Лувре, в общем, какие тут балкони, я уже, знаете, все вот это нужно прикрыть. Сейчас я прикрою. Сейчас я буду еще украсть. Да, вот что-то еще, чем-то нужно еще украсить. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Так, ладно. Да. Ну, ладно, я уж такая иду с этими книжками. такая такая все такая оргазмическая звезда надо быть очень аккуратно с картиной и пейзажей пейзаж очень аккуратный очень аккуратный очень аккуратный я уже такая ютуб с этими книжками красиво красиво так сеть в общем фильм смотрела фильм страх молодость по страховке я ухе сначала может вы тоже смотрели я его вам перескажу но чуть-чуть там эта женщина ну да молодость по страховке так вот эта женщина в этом фильме умудрилась пенсионерка она умудрилась выиграть у казино 400000 больше 400000 долларов или евро ну конечно доллар представляете значит у казино можно выиграть 400000 долларов как минимум ну фильм такой там до женщины на пенсии ей по страховке пришел чек вместо 50 тысяч долларов на 5 миллионов долларов вот и она со своей подругой решила обновить эти деньги сначала они даже не ожидали они пошли в банк ну и мы эти деньги в общем перевели в общем она на свой этот банковский счет и они решили поехать отдыхать да у них такие приключения они там в казино и вообще-то прикупили себе такую шикарную одежду такие уже стали как миллиардерши такой фильм фильме он потом сразу уже вычислили это страховая компания опомнилась а страховой компании произошла ошибка они этой женщине вместо 50 тысяч долларов 5 миллионов это банковская была в этом страховой компании это такая ошибка была и такой чек выписали ну там они спохватились такие деньги послали в общем мужчины к этой страховой компании искать эту женщину конечно он быстро ее нашел там это дом это там знаете как там она сразу стала тратить она въехала сразу какой-то там шикарный президентский какой-то люкс за такие деньги с мужчиной познакомила занялась с ним и там сексом так что вот а мужчина это мошенник оказался раз им там-то в казино выиграл деньги в казино эти фишки вот и в общем как-то вот так ну потом его конечно нашли и сказали ну да в общем это ну что вот можем вот так вот по ошибке такие деньги и что вернуть внутри они почти все целы были у нее она потратила 200 200 тысяч 200 тысяч денег потратила вот а тут мошенник умудрился у них вперед 400 так она его стала искать она говорит вот если я верну вернула то вложу эти эти 200 которые потратила тогда как бы все нормально так что вот она как бы возместила вот эти деньги потому что в казино в казино выиграла и в конце этого фильма она за этого мужчину которую нашел за страховой компании который приехал к ней выяснять эти отношения за четыре процента кстати ему страховая компания обещала четыре процента посчитайте сколько это будет четыре процента от пяти миллионов долларов вот такой даже пенсионер и они в конце у них этот романтик в общем любовь ну и вторая женщина тоже там молодого мужчину нашла так ты же этот читал что меньше нужно читать больше думать ну ладно хорошо давайте 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 знаете к моей книжке я автор книги тайная психология денег секрета богатства и процветания там я загружаю мое видео там на два часа почти трехчасовое видео которое сделала только что недавно вот там пишут между будет еще около часа загружаться это видео глава 18 освободите свое сознание свой дом и свою жизнь для прихода процветания и изобилия если вы действительно хотите перемен хотите чтобы вашу жизнь вошло что-то новое тогда вам просто необходимо освободить свое сознание свой дом и свое рабочее место от всего ненужного от хлама беспорядка а также завершить все начатые дела и проекты поймите что это держит вас не дает двигаться вперед старая ненужная обувь и одежда которую вы не надевали последние годы храните на всякий случай неотвеченные письма и не выполненные обещания которые ждут вам своей очереди чердак антресоль и гараж захламлены ненужными коробками вещами старыми газетами журналами ящиками с барахлом ненужные статуэтки вазочки всевозможные пустые флакончики от косметики и духов посуда со сколами и трещинами все сломанные неработающие приборы часы и другие вещи которые необходимо либо починить либо выбросить ваши долги и невыполненные обязательства ваш письменный стол груды бумаг до которых так и не доходят руки это ваш бывший муж жена подруга или другие люди а может быть и вы сами которых вам необходимо прости это ремонт дома или квартиры которые вы откладываете вот уже несколько месяцев а может быть и лет все незавершенные невыполненные проекты невысказанные благодарности которые необходимо обязательно сделать и сказать одна преуспевающая бизнес-леди рассказала мне что всякий раз когда у нее происходит в делах застой когда какой-то проект или деловое предложение застревает на месте она организует генеральную уборку своего офиса и квартиры освобождает от всех ненужных неиспользуемых вещей бумаг а также от незавершенных обязательств и каждый раз после этого у нее решаются все проблемы появляются новые возможности деловые предложения освобождаясь со старого и ненужного вы тем самым готовите место для новых возможностей благ и перемен вашей жизни если вы не хотите расставаться со старым хламом и ненужными вещами копите их тем самым вы энергетически засоряете свое пространство и не доверяете жизни не впускаете изобилия и все новое сопротивляясь обновлению и перемен это 159 страница моей книги сами блокируете приход благ и денег вашу жизнь не доверяете вот оно и не появляется куда же оно появится если у вас все заполнено старьем грудами барахла а мысли обидами и сожаления кстати очень много лет вот этот вот балконе на котором сейчас я заснимаю стоит мой ноутбук у нас здесь у меня здесь в общем было достаточно много как бы так это вещей чемоданы столы в принципе ну как не особо нужно достаточно много было здесь такого ну в общем были одежда которая в принципе не очень носила как-то вот она была много лет что супер много-много ну вот была лоджия тоже которая уже который было много лет который тоже надо было конечно эти штучки эти стеклянные ну застекление нужно было снять и в общем потому что ну они уже требовали требовали ремонта поменять их на новые вот я в общем занялась до сих пор занималась ремонтом в моей квартире и конечно смотрите вот освободилась я от этих в шестнадцатом году да в шестнадцатом как бы сняла мне сняли как бы это бартером кстати бартером знаете вот тоже шкафы я думаю шкафы как бы отдаю вот и в общем таким бартером за шкаф мне вот сняли это остекление вот такие вот дела и обратите внимание теперь у меня порядок ну конечно требует конечно покраски ремонта здесь нужно лоджию делать конечно нужно вкладываться делать конечно красоту но кстати к чисто по крайней мере из того что как говорится вот так кажется порядок порядок на моем балконе можно даже сказать знаете такой этот стиль венецианский стиль никакого хлама и все вещи которые у меня были например что-то там какую-то обувь я знаете решила сделать эксперимент постирать там часть обуви в стиральной машинке ну я почитала что кроссовки можно стирать но часть обувь у меня испортилась к сожалению вот ну я конечно ее выкинула это в прошлом году было а также ту одежду вещи что такое что ломается сразу сразу выкидывала вот одежда которую там какое-то время не носила или которая там разобрала посчитала что ну мне она как бы в общем не надо я все это в общем отдала так что вот такое огромное у меня было там из Америки у меня было 100 коробок когда я приехала из Америки в 2008 году вот огромный контейнер 5 тонн у меня было 100 коробок там больше 25 коробок огромных знаете вот таких вообще огромных коробок с одеждой у меня было это было 2008 год у меня одежда такая вся хорошая мужчина такой такой шикардос прорычная такая вся такой шикардос в общем заработаю и знаете я тут только тут лет знаете занимаюсь ремонтом тут и вывелинги и как бы там на этом на даче в общем и вывелинги и на даче на моей половине участка и дома и в общем и здесь вообще никакие знаете часть часть работа таким бартером я одежду мне очень строительные такие вот работы там перевозка так что вот просто смотрите то есть как говорят знаете есть очень интересный сайт я о таком слышала что можно даже знаете как-то вот услуга за услугу очень интересно если вы например парикмахер и вам нужны какие-то помощь например в ремонте или по строительству ну я даже не знаю или что такое вот то вы можете предложить услуги например ну или что-то передвинуть и в общем я не знаю в общем услуги обмен услуг услугами что-то вы предлагаете и предлагаете то что не пишите что вам надо вот и пишите что вы предлагаете а это взамен вот ну это грубо говоря не то что там например, водитель, вам нужны парикмахерские услуги, но вы водитель. Вы там кого-то куда-то что-то там привезли, довезли, а вам за это сделали стрижку. Ну, или вашей жене, понятно, да, очень интересно. Не деньгами, а вот таким бартером. Ну, по крайней мере, такой сайт я видела в 2016-2017 годах. Так, хорошо. Ну да, так я и пишу, а куда же оно появится, если у вас все заполнено старым старьем и грудами барахла, а мысли обидами и сожалениями. Очень многие люди, которые начали освобождать место для новых возможностей и благ, были очень удивлены переменам, которые стали происходить в их жизни. Попробуйте и убедитесь сами. Выбрасываем и убираем старое, освобождаем место для нового. Да, у меня, кстати, я здесь живу 30 лет, 25, 30 лет в этой квартире, 25 лет постоянно. Я вот поменяла всю мебель. Знаете, у меня там мебель или уже купленная, или я из Америки, которую я привезла. То есть здесь ни одной, то, что вот было, ну, скажем, это я в 2016 году, ну, в общем, до вот этого середины 2016 года, скажем, до начала 2016, здесь ничего не осталось, ни старого линолеума, ни обоев, ни старой мебели, ну, не такая суперстарая. У меня такая была здесь в комнате стенка, все такие шкафы, которые я покупала в каком-то 2004, 2004, да, году? 2003-2004 годах. И обратите внимание, как я сделала мою кухню гранд-ресторанта. Конечно, здесь была долгие коды, но обычная, знаете, на кухне у нас была обычная, такой, как там, такой достаточно, скромная, действительно скромная, знаете, такая, по обычным ценам, кухонная мебель, вот. А я здесь шел, сделал, знаете, такой гранд-ресторанта, знаете, у меня такая, я домой, как я же рассказываю, вообще у меня буфет, вообще большой такой стол, в общем, как-то, знаете, такое все по старину, и вообще как в Венеции. Такой у меня художественный, дизайнерский подход к оформлению окон, знаете, я оформляю окна и занавесками, и этими пододеяльниками, и очень красивыми накидками, то есть это все такое, в общем, я так и покупала, знаете, как это, в этих комплектах белья, и, в общем, это такое, все это красиво, это все очень оригинально, знаете, такая еще, такой арт-дизайнер. Такие вот взяла, так, она оригинальна, можно сказать, и двери снято, знаете, дверей, не знаете, сколько, как такое студия, у меня же двери, только, знаете, в туалете есть дверь, а так, у меня без дверей, у меня же, как говорится, в 2000-м, каком-то, в шестнадцатом году. двери, ну, старые были, было все старое, это нужно было новые, конечно, новые ставить двери, а здесь 137-я серия, здесь такой вопрос, если обычные двери покупаешь, нужно проемы расширять, вот, это, понимаете, это по бетону, расширять проемы, это нанимать, это спиливать, вы представляете, да, расширить проем, когда здесь бетон, обычные двери сюда не подходят, только под заказ. А забыть ту дверь, которую делал Перри, я помню, когда приехала в Америку, я говорю, а что ж такая большая, это дюршевая, и вообще такая ванна, чтобы было тепло, и как-то, типа, типа, такое спа, здесь надо, чтобы прикрыть, дверцу сделать, дверцы. Я помню, такая уехала, потом Перри такой звонит, я говорю, да, я стеклянную дверцу заказала, такие, все это сделают, по-моему, он сказал, 5 тысяч долларов, я думаю, вот это дверца, вот это дверца. По-моему, 5 тысяч долларов заплатила, чтобы сделать дверь, вот в этом, понимаете, в большой, у нас такая душевая там была. Выбрасываем, убираем старое, освобождаем место для нового. Подойдите, откройте свой шкаф с одеждой. Что вы там видите? Уже вешать некуда и класть тоже. И одеть нечего. Это так. Пересмотрите свои вещи. И многое, вы многое уже не носите, а выкинуть жалко. Тогда отдайте эти вещи им тем, кому они пригодятся. Кто их будет носить? Отдайте с благодарностью, дорогие мои. Будьте уверены, что у вас появятся другие любимые вещи, которые вы будете носить с большой радостью. Старое уходит, новое приходит. Предвижу вопрос скептиков, а вдруг не появится. Отдайте правильно, с благодарностью, и тогда обязательно появится. для тех, кто, например, вот я тоже, я это не сама придумала. Это я взяла в книжках по фэн-шую, там, как там, ну и только, и в обычных книжках, и в книжках по фэн-шую я читала, и у Наталии Правдиной, и у других авторов. Я это на самом деле вот написала как бы на основе других книг. Но хочу сказать, знаете, такой коммент, если вы думаете, что вот вы там все вот это вот там как-то вот это избавитесь, избавитесь, и к вам вот это на это место прям сразу появятся новые какие-то эксклюзивные вещи, честно говоря, я, как говорится, все-таки нужно подумать, прежде чем вообще делать вот такую вот грандиозную какую-то вот такую вот очищение. Это понятно, что если такое, что-то старое вообще, то есть о каких-то старых вещах речь не идет. Речь идет о таких, ну, вы думаете, ну, это может быть не очень любимая вещь, как-то вот надо, не надо, то есть ты как-то сомневаешься. О каком-то хламе речь не идет, но если, знаете, кто-то подумает, вот сейчас возьму вот это, у меня такой эксклюзив, там, это Гуччи, Версачи появится, то есть я призываю к здравому разуму, что есть нужно подумать. На самом деле, когда вот читаешь такие строки, книги, нужно, конечно, думать и, в общем, как-то смотреть и посмотреть это на каком-то небольшом количестве, то есть там как-то вот освободили это пространство, какие-то вещи, смотрите. если как бы ничего не происходит, в общем, как-то так нужно, в общем, какой-то такой индивидуально нужно понимать, такой индивидуальный. потому что я сама, знаете, как-то это очень, очень шикарно, в принципе, работала в 2005, 2006, 2007, 2008 годах, я там из Америки привозила как-то свои вещи, и там тоже в Америке отдавала, сюда привозила, чемоданами, понимаете, там покупала, не очень такие дорогие вещи, такие подарки, тут привозила, вот, у меня, конечно, появлялись новые, такие, на это место у меня постоянно новые появлялись вещи, так что вот, все так и было, все так и было. Но с 2008 года такое чувство, что как бы остановилось, то есть я хочу сказать, что как-то вот, так что нужно, так что когда вы почитаете такое что-то, нужно подумать, подумать, порассуждать, как говорят, меньше читаем, больше думаем. Вот такие вот дела. Отпустить себя на свободу, простить себя, ну, в общем, здесь почитайте, то есть, у нас 160, 160, 160, первая страна, страница, прощать надо не ради других людей, прощать надо ради себя самого. Это, кстати, очень хорошая тема, давайте обсудим. Ради своего здоровья, ибо помимо того, что прощение необходимо для выздоровления, вот, если мы продолжаем раздражаться, то перестаем расти, и наши души начинают истушаться. Эти слова принадлежат скоту, пэку. И это правда, когда человек обижается, он платит за свои обиды, болезнями. Если вы держите обиды в своем сердце, это эмоциональный груз, который тянет вас назад, да еще вызывает различные болезни. Обида, поражение, поражает все органы, кровь человека. Поэтому простите своих обидчиков ради себя, как бы тяжело это ни было, а также простите и примите себя таким, какой вы есть. Дальше, знаете, вот на следующей странице я привожу из книги Элизабет Профит, как достичь силы своего высшего Я, веления, я есть, выдающие здесь прощения, прочего, а не в страх и сомнения. Всех навек освобождая и победы окрыляя, я взываю полновластно прощение безвечасно, сущему всему прощая, милость всюду изливаю. В общем, советую, да, по три раза читать, чтобы вот это вот на самом деле это, знаете, знаете, вот почитать такую информацию и потом порассуждать. Наверное, все-таки каждый понимает, может быть, это по-своему, ситуации бывают разные. Вот вообще по поводу вообще обиды каких-то таких тем есть такие книги Лиз Бурбо. У меня были книги Лиз Бурбо, она, по-моему, такой специалист вообще, есть люди, они такие специалисты в этих вопросах. Я как бы читала, в общем, изучала этот вопрос, ну, порассуждать, нужно порассуждать на эту тему, вот, потому что здесь могут такие, знаете, вот эти вот вопросы-то возникнуть разные. вот. Ну, как я помню на сеансах сердечко навалов, вот как говорил, потому что я удумала, там столько анкет, он же всегда говорил, пишите анкеты, пишите анкеты, пишите о своей жизни, пишите исповеди. Так что вот, там был такой период, когда он говорил, что, в принципе, каждый пациент должен, или кто хочет, писать исповедь ему. Исповедь. Потом он эти исповеди, он сказал, что вот вы пишете, как пишете, так и пишите. Вот. Потом он тут читает на основе этой исповеди, и вот искренне вам такого, искренне исповеди ставит такой космический диагноз, это я с вами словами говорю, космический диагноз, пациенту, прочитав его исповедь, и в космической вот такой звездной карте он определяет источник его болезни. И там вот в эту космическую карту этого пациента вносит. Я вам своими словами объясняю. И на сеансе, уже после того, как ты написал исповедь, на следующем сеансе или через сеанс он тебя вызывает.